Всем здравствуйте! Это новости Турции. Для тех, кто открыл подобное видео впервые, я живу в Турции, перевожу на русский язык официальные новости из источников здесь в стране. И на самом деле, если вы хотите узнать, о чем здесь говорят люди, какие здесь есть сплетни, вообще что в Турции на самом деле происходит, то вам на этот канал. В инфобоксе под видео есть ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Обязательно подписывайтесь. Это мой личный блог без претензий на профессиональную журналистику. Давайте приступим. Вот и закончились праздники. У нас был Курбан-Байрам. Проходил он больше недели. Люди отдыхали до 24 числа. Сегодня, по сути, официальный первый день рабочий для служащих, органов, банков и так далее. И решила я начать понедельник с новостей, которые у нас скопились за прошедшее время. Акцентирую внимание на самых интересных и важных новостях. Новости есть у нас политические, очень интересные, внутренние, конечно же. Министр иностранных дел Хакан Фидан принял участие во встрече глав внешнеполитических ведомств и стран БРИКС. Состоялось все это в России. Он посещал Нижний Новгород. У него там были переговоры на этой площадке. Анкара, Турция официально хотят вступить в БРИКС, присоединиться. И чтобы у БРИКС еще было окончание БРИКС-Т. Этот союз по первым буквам названия стран, которые в нем участвуют. Что у нас здесь получается? Вообще в турецких СМИ последние полторы недели очень много статей, очень много разговоров о охлаждении отношений России и Турции. Проблемы, потому что с оплатами по банкам из-за вторичных санкций, с торгами, с трейдингом. Эти подвисшие вопросы. Идет вот эта неудобная, скажем так, ситуация в бизнесе подвешенная. Там у нас Турция делает шаг в правоступление в БРИКС. При этом Эрдоган был особенным гостем, приглашенным на саммите G7 большой семерки. И турецкая пресса обсуждала, что Эрдоган сидел рядом с Байденом. Он был приглашен в качестве специального гостя. Он там давал речь. В общем, приятно общались. Хотя, в принципе, сейчас среди сторонников правящей партии, партии Эрдогана к партии, конечно же, у нас идет очень риторика противоамериканская. Борьба с ЛГБТ. Америка поддерживает Израиль. Турция на стороне, естественно, Палестины. До сих пор идут марши, протесты о них попозже расскажу. Они продолжаются. И очень такая антиамериканская волна настроений. Сейчас она усилена. При этом президент садится рядом с Байденом, президентом Америки. О чем-то они там обсуждают, улыбаются, общаются. Ну, у многих это сторонников президента вызвало недопонимание. Пресса вообще, в принципе, обсуждала, что вот эти политические сигналы о том, что это дипломатия, и она неспроста, они просто так вместе сели. В общем, ждем результатов, что-то за этим стоит, какие-то будут решения. При этом, после этих всех событий, Эрдоган рассчитывает провести переговоры с Путиным. Будет саммит ШОС в Астане 3 по 4 июля, буквально на днях. Об этом заявляло у нас Хаберт Турк издательства. Сообщили они, что Эрдоган рассчитывает обсудить с Путиным самые важные, ключевые вопросы, ситуацию, в частности, в Украине, проект газового хаба в Турции, на который они надеются. Самые важные темы, естественно, для Турции, для турецкой стороны. Интересно очень, к чем это закончится. Опять двойственная позиция. И с Америкой мы сидим, общаемся, и встреча с Путиным. А вроде бы были какие-то охлаждения. В общем, посмотрим, какой результат у нас будет. Но вчера вся Турция принула к экранам. И на госканалах говорили о теракте, который произошел вчера в Дагестане, Махачкале. На некоторых каналах были спецвыпуски. И вообще до этого тема терроризма, в принципе, всегда актуальна в Турции. И Хурьет сообщала газету о том, что запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ Харасан, она вообще планировала еще одно нападение в Москве после теракта в концертном зале Крокус Сити Холл. И информация турецких журналистов о том, что террористы готовили второе крупное нападение. Они планировали нападение, стрельбу в торговом центре. И турецкая разведка предотвратила этот теракт, своевременно предупредила российскую сторону о деталях, передали всю необходимую информацию о Москве, и этот теракт как бы не состоялся. Но мы видим, что произошло вчера в Махачкале и в Дагестане. Так что тема терроризма всегда актуальна в Турции, это очень важная тема, и к ней всегда есть внимание. И вчера вот на официальных каналах страны это обсуждали, и в прямом эфире показывались эти видео, которые шли из Махачкалы вот этих перестрелок. Вообще за время Байрама на юго-востоке Турции, в частности в Диар-Бакире, например, охватило все это лесными пожарами территорию. И вот на данный момент съемки этого видео погибли 14 человек, а пострадали около 80 сожогами в больнице. Очень большие пожары. В ночное время там просто зарево красное вокруг города, он освещается этими пожарами. Были хэштеги в социальных сетях в Турции с поддержкой, спасением. Очень много, конечно же, МЧС, АФАТ турецкий, тушат и вертолетами, и вручную, машинами всяко-разно. Сгорели несколько деревень и сел, пострадали естественная экология природы и животные. Недавно у нас две недели назад был ЕГЭ турецкий, в Турции поймали школьника на ЕГЭ. Он с помощью самодельного шпионского искусственного интеллекта гаджета пытался сдать экзамен. Он установил камеру в пуговицу на своем жакете. Она незаметно считывала текст, снимала камерой, переводила его, передавала нейронке, которая находилась у него в обуви, в каблуке, в подошве обуви его. И нейронная сеть решала задачи, диктовала ему вскрытый наушник в ухо решение задач. Мальчика, которого выпускника поймали, конечно же, отстранили. Любые вообще списывания, все, что находится ЕГЭ в Турции, очень, скажем так, жесткий экзамен, очень ответственно к этому. Если ловят на списывания, там есть подсказках каких-то, да, каком-то мухляже, в чем-то незаконном, то просто отстраняют от экзамена, не допускают. Ты пересдаешь его, например, через год. То есть ты год не поступаешь. В Турции поступление идет по за счету баллов. Система такая же, 100-бальная. И сейчас, конечно же, когда сдали все экзамен, до середины июля выпускники ждут официальных вот этих бланков с результатами. И середина июля понесут свои баллы в университеты, будут абитуриентами, будут поступать. Буквально пару дней назад в Каппадокии воздушный шар с пассажирами застрял между скалами. На борту воздушного шара в тот момент находилось 22 туриста, 22 человека. Он застрял почему? Потому что был очень сильный поток ветра, встречного его отнесло. То есть это было не по плану, ну, скажем так, ЧП ситуация непредвиденная. Сначала он отдалился от курса полета, а потом вообще между скалами застрял. Слава богу, никто не пострадал, всех эвакуировали, напугались, конечно, но погибших или пострадавших людей нет. С 1 июня 2024 года в Турции личные данные, включая данные налогоплательщиков, начали передаваться за границу без согласия на это владельца. Вступил в силу такой закон для тех, кто у кого ВНЖ, работа, денежки. Это для вас информация. Данные налогоплательщиков передаются за границу в рамках различных международных соглашений. Например, соглашение об избежании двойного налогообложения, чтобы вы платили налоги только в одной стране. В Кемере таксисты не позволили вип-автомобилю, вип-такси частному. У него был заказ от частной туркомпании, трансфер, когда ты берешь такой сервис себе. То есть это не стандартное такси какое-то. Они не позволили забрать клиентов от отеля, они перегородили дорогу, выгрузили багаж туристов, просто вызвали возмущение, выгрузили багаж из машины, не дали дорогу, люди опаздывали. Такой, назовем так, таксистами беспредел у нас не впервые. Вы знаете об этом, это частая новость в эфире и моего канала, да и вообще в СМИ, да, у нас бывают. И недавно тут таксисты опять подавали прошение на поднятие стоимости тарифов, минимального проезда, минимального тарифа для того, что, ну, инфляция, естественно, но по сути экономически, если сейчас мы затронем, инфляция замедляется. ВВП Турции вообще вырос на 6% за прошедшее время. За прошедший год. И потихонечку ситуация с экономикой стабилизируется. Не такими темпами, не очень сильно заметно. Но если мы берем большие цифры в стране, конечно же, это видно, это есть. В общем, хотят они поднять снова тарифов такси. Пока что каких-то результатов от муниципалитетов, от государства не было на это. Их просьбу не удовлетворили, потому что поднятие цен было абсолютно недавно. С 1 января 2025 года будут установлены 5000 автоматов по приемке бутылок, пластика, банок из металла и так далее. То есть бутылки из-под воды, металлические банки для переработки. Можно будет зарегистрировать свой счет онлайн и стоимость за сданные бутылки будет перечисляться вам на онлайн электронный кошелек. Стоимость одной единицы сданной бутылки или банки 25 курушей. Это потрясающая инициатива. Я только всеми руками и ногами за. Это очень давно надо было вести. Потому что в Турции очень много мусора, очень много мусорят и очень много потребляют и пластика, и металла, и вот этого вторсырья. Если вы знаете, что в Турции есть такая работа, назовем, да? Мусорщики, люди, которые именно из мусорок, из общественного поля людей собирают пластик, металл, бумагу, картон на переработку сдают. И вот эти автоматы, их будет 5 тысяч по стране установлено. Конечно же, на большую Турцию это капля в море маловато. 5 тысяч бы на один Стамбул большой, в котором, простите, 18 миллионов людей фактически живет, да, примерно. То вот это было бы достаточно. Но посмотрим на эту инициативу. Надеюсь, она будет работать. Я за переработку. Вообще, в принципе, в домашних условиях, в единицах, в единицах квартир собирается, перерабатывается мусор. Ну, как бы, правила в СИТе бывают. В основном нет. Еще у нас на Байрам, перед Байрамом, когда он начался, был такой скандал в Эфесе, в Измире. 17 июня это произошло. В отечном городе Эфес посетителей не пускали в библиотеку Цельса. Это достопримечательность очень большая. Не пускали кого? Местных жителей. Так как перед ней были столы, за которыми люди сидели и ели. Это была туристическая группа, как мы накрыли эти столы. В общем, в толпе распространялись какие-то слухи, информация, шепот о том, что ужин для европейских туристов, которые прибыли на круизном лайнере огромное. То есть это большое количество людей. И слово «ебанжи» иностранец, приехавший, пришлый, оно возымело обычное действие. И турецкие, и туристы местные начали, конечно же, возмущаться, ругаться, кричать, свистеть, махали руками. В общем, подняли, короче, они конкретную бучу. Возмущались они вообще, что все в Турции для обслуживания западных туристов и иностранцев, а своим гражданам ничего. Мы здесь в своей стране, как чужие. Напомню, что иностранцу отдыхать в Турции, купить тур с перелетом дешевле, чем турку просто оплатить отель в своей же стране. В общем, своей агрессивной реакцией подобной люди разогнали этих гостей, сорвали этот ужин. Закончим какой новостью? Давайте двумя новостями. Первое. Вчера тоже в СМИ вирусилось видео, как активисты пропалестинские заходили с рейдом, выкириковали, конечно, лозунги о том, что, ну, короче, они заходили в Бургер Кинг и в Макдональдс. Люди просто в панике бросали вещи, которые там кушали в этот момент, просто бежали оттуда, потому что они были крайне агрессивно настроены с плакатами, с криками и свистами. Вот это очень часто заканчивается драками, вообще такие рейды. В соцсетях раньше как-то на это реагировали, кто-то поддерживал. То, что я мониторила, наблюдала в Твиттере, в Икс, очень много, в основном, негативные комментарии уже были. То есть людям это местным здесь не нравится. И комментарии по типу, кто спонсирует Израиль, вообще посмотрите. Ну, в общем, короче, эта история не однобрительная, она потихоньку загасится, и людей, которые бы это поддерживали, становится меньше. То есть, ну, условно, не против самой идеи, а против проявления подобного протеста поведения, что беспокойство других людей и так далее. Конечно же, Курбан-Байрам – это праздник религиозный жертвоприношения. Очень спорные вопросы возникают. Конечно же, это повод для руганий светских религиозных. Конечно же, что и было в этот праздник. Видео забоя животных, реки крови по улицам. И критика в соцсетях, конечно же. Кто-то против, кто-то за. Тема острая, крайне острая в обществе, и она была напряженная в течение вот этой недели. Ну и закончим хорошими новостями. Девушка одна попала, скажем так, в землетрясение 6 февраля, и она провела под завалами больше 50 часов. И ее спасла бригада шахтеров, сейчас я про них попозже расскажу. И они пришли к ней, скажем так, внезапно на свадьбу, которая на днях проходила, поздравить ее. Ну, в общем, такой трогательный момент. Многие, конечно, тоже это обсуждали. Чем он трогательный? Тем, что девушке просто повезло, что и спасли эти люди, потому что это шахтеры, которые после землетрясения в первые часы, у них не было вообще ничего, никакого снаряжения. Они просто взяли тупо свои сказки с работы, вот эти свои кирки, которыми они бьют камни, спальники из дома, и хлеб, там, молоко, айран, и это их еда была, да, у них вообще не было ничего. И просто голыми руками с этими мотыгами они пошли разбирать, долбить эти камни, бетоны, спасать людей. Вот это бригада просто шахтеров. И они спасли несколько десятков людей. Напомню о том, что очень многие погибли в землетрясении, потому что не хватало сил, рук и техники для развалов. Поэтому очень многих не спасли, потому что физически тупо не могли все это сделать. И над ними очень первое время смеялись, как бы, типа, куда вы поехали, что за бред вообще, у вас ничего нет с голыми руками, вы ничего не сможете. Тем не менее, эти люди спасли жизни, поэтому, ну, они, конечно же, герои. И пришли на свадьбу к этой девушке, которую спасли, очень символично. Хорошо, что, скажем так, произошло это спасение, и появилась, вот видите, новая семья. Надеюсь, у нее родятся дети, и жизнь, скажем так, продолжится продлиться. Такие новости Турции на данный момент будут держать вас в курсе. Подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка в описании под видео. Обязательно подписывайтесь, ставьте этому видео лайки, пишите комментарии, что вы думаете о новостях, которые сегодня были у вами услышаны в этом выпуске. Это очень помогает продвижению канала. До новых встреч, всем пока!